Здравствуйте! Я вас снова всех приветствую! С вами Константин Евгеньевич. Сегодня мы попытаемся порешать задачи на правила моментов на условии равновесия рычага. Я напомню, что 59 параграф учебника Пёрышкина 7 класс описывает понятие момента силы. При этом под моментом подразумевается физическая величина, которая характеризует вращающее действие силы. Записывается она с помощью заглавной M. Это произведение силы на плечо, при этом под плечом подразумевается наикратчайшее расстояние между направлением действия силы и осью вращения. F это сила, ну и соответственно размерность у момента получается ньютон умноженный на метр. На тело может действовать несколько сил, при этом они могут быть направлены в разные стороны. И вот условием равновесия заключается в следующем, что тело либо рычаг находится в равновесии в том случае, когда сумма моментов, действующих на тело, пытающих повернуть тело по часовой стрелке, равняется сумме моментов, действующих на тело так, что пытаются повернуть его в другую сторону, против часовой стрелки. Итак, давайте попытаемся на практике разобраться с этими моментами. Для этого мы откроем с вами задачник и попробуем несколько задач рассмотреть. Начнем от простого и пойдем дальше к более сложным ситуациям. Значит, рассмотрим задачу 58.1. Отметьте на рисунках точкой О неподвижную точку рычага, она же точка опоры. Изобразите силы действующий на рычаг со стороны человека и груза. Значит, давайте посмотрим. Значит, вот в этой ситуации получается, что с помощью рычага или некого лома человек пытается груз этот приподнять. Очевидно, что здесь подложено бревно таким образом, что неподвижная точка находится вот здесь. Мы обозначим это точка О. А здесь неподвижная точка находится на поверхности земли. Вот она, точка О. Дальше нам необходимо изобразить силы, которые действуют на рычаг. Мы знаем, что на груз действует сила, называемая силой тяжести, она действует со стороны земли. А тело, в свою очередь, если оно находится на какой-то поверхности, то действует на эту поверхность силой, которую мы называем весом. В данной простой ситуации вес будет численно равняться силе тяжести. Если нас интересуют силы, действующие на рычаг, то они будут следующие. То есть, вот здесь получается точка приложения силы, которая называется вес. То есть, она будет равняться произведению M на G. G ускорения свободного падения направлено вниз. А человек пытается приподнять рычаг, при этом, получается, он будет действовать тоже вниз. Ну, на самом деле, он тут действует двумя руками. Но мы нарисуем одну единственную какую-то силу, которая является равнодействующей этих двух сил. Вот мы обозначим F. Силу, с помощью которой он действует. Здесь у нас получается, что вес будет приложен вот к этой точке. Тоже обозначим M на G. А сила, с которой человек действует на рычаг, она направлена вверх. Ну, и действует каким-то вот таким вот образом. Понятное дело, что мы здесь приблизительно изобразили, потому что направление действия может немножко отличаться. Но вот обозначили точку O и направление действия сил. Следующая графическая задача 58.2. Значит, перейдем к этой задаче. На каждом рисунке точкой O обозначена точка опоры. Покажите плечо каждой силы, действующей на рычаг, и обозначите его, соответственно, L1 или L2. Замечательно. Для этого мы должны вспомнить определение плеча. Определение следующее. Плечо – это наикратчайшее расстояние между направлением действия силы и осью вращения. Значит, для начала мы должны изобразить направление действия силы. То есть, сила, например, в первом случае она действует вдоль вот этого направления. Я ее пунктирной линией обозначу. То есть, это направление действия силы. И мы должны теперь что сделать? Мы должны перпендикуляр из точки O опустить вот на это направление. Перпендикуляр, получается, вот он будет. Я обозначу здесь, что это перпендикуляр. Соответственно, это будет у меня L1. Плечо силы F1. А здесь, получается, сила F2 действует вдоль вот такого направления. То есть, направление действия силы можно определить в следующем образом. Сюда приложить линейку к вектору F и по линейке провести аккуратно пунктирную линию. Теперь мы должны с помощью угольника, совместив угольник с этой линией и с точкой O, опустить перпендикуляр из точки O на направление действия силы F2. И мы видим, что перпендикуляр в данном случае совпадает с плоскостью рычага. С рычагом с этим. Обозначим здесь L2. Ну и условия равновесия в данном случае запишется так. F1 умноженное на L1 равняется F2 умноженное на L2. Значит, в этом условии мы силу записываем в их скалярном виде. Теперь, следующая графическая задачка. Здесь сила F1 действует вдоль направления, которое мы можем вот так вот обозначить. Соответственно, вот это будет отрезочек. Это плечо силы F1, обозначим ее L1. А у силы F2 направление действия вот такое. Я обозначил это пунктирной линией. Можно ее найти, совместив направление действия силы, то есть вектор с линейкой. И теперь с помощью угольника опустить перпендикуляр из точки O на направление действия этой силы. То есть примерно вот таким вот образом. Главное, чтобы здесь было перпендикуляр. Обозначим это как L2. У СОВЕР на весе будет выглядеть точно таким же образом. Здесь, в этом случае, направление действия силы F1 я обозначил пунктиром. Если теперь на него опустить перпендикуляр, у нас получается вот это вот будет L1. Направление действия силы F2 я также обозначаю перпендикуляром. И теперь опуская на это направление перпендикуляр, это будет L2. Если у нас масштаб задан на рисунке, то с помощью линейки можно определить и величину этих плеч. Здесь, в этом случае, получается следующая ситуация. У силы F1 плечо равняется длине рычага. А у второй силы плечо, вот оно, вот оно плечо. При этом мы видим, что сила F1 пытается вращать такой рычаг по часовой стрелке. А сила F2 пытается вращать такой рычаг против часовой стрелки. Вот, и условие равновесия заключается в том, что вот если выполняется условие F1 на L1 равняется F2 на L2, тогда рычаг находится в равновесии. Если же условие не выполняется, если оно не выполняется, а это зависит от величины силы плеч, то рычаг будет двигаться в направлении той силы, момент которой больше. Следующая задача. На рычаг, находящийся в равновесии, действуют две силы F1 и F2, имеющие плечи L1 или L2. Соответственно, значит, у первой силы первое плечо, у второй силы второе плечо. Зачеркните все ошибочные угибраические выражения. Ну, мы помним из учебника, что условие равновесия выглядит именно вот таким вот образом. То есть, произведение силы на плечо равняется произведению второй силы на второе плечо. Соответственно, исходя из этого, мы видим, что соответствует этому только лишь первое уравнение, а два оставшихся этому условию не соответствуют. Кстати говоря, вот это вот я зачеркнул зря. Потому что, если здесь по правилу пропорции крест-накрест домножить, то здесь правило, кстати, на самом деле тоже выполняется. То есть, это у СОВИ тоже выполняется. Идем дальше. Посмотрим еще несколько задачек. Значит, не очень сложных. Задача 59.1. Выберите правильное окончание определения момента силы. Момент силы это физическая величина, равная произведению модуля силы на плечо этой силы. То есть, правильным здесь является четвертый вариант ответа. Само СОВИ не должно вас смущать, потому что по-латински момент означает как количество. То есть, не надо это СОВИ ассоциировать каким-то образом с временем. То есть, некоторые ведутся на такую ассоциацию и неправильно определяют, что связывает момент силы как-то с временем приложения силы. Нет, это ошибочно. Следующая задача. На рисунке показаны рычаги, к которым приложены силы. Значит, вот мы видим 4 рисунка. Обведите буквенное обозначение каждой силы, вращающей рычаг, по ходу часовой стрелки значком. Часовой стрелки, а против хода часовой стрелки значком обратно. Отметьте знаком плюс рычаги, которые находятся в равновесии. Давайте попробуем рассмотреть здесь. Обведите буквенное обозначение. Здесь у нас получается сила F1 пытается вращать рычаг по часовой стрелке, против часовой стрелки. А сила F2 пытается вращать рычаг по часовой стрелке. Здесь также аналогично в этих ситуациях. Здесь обе силы пытаются вращать рычаг в одном направлении по часовой стрелке. Здесь по часовой стрелке пытается вращать сила F2, а сила F1 пытается вращать ее против часовой стрелки. Ну, просто вот можно мысленно рассмотреть одну из сил, представить, как будто бы другую нет, и представить, что будет происходить с таким телом, если на нее одна единственная сила действует, при заданном расположении оси вращения, точки вокруг которой происходит вращение тела. Дальше давайте попробуем разобраться с тем, где выполняется усовер на весе. Мы выяснили, что усовер на весе это равенство произведения силы на плечо в первом случае и произведение силы на плечо во втором случае. Мы не знаем величину силы, не знаем величину плеча, но здесь у нас специально сделан рисунок на клетчатом фоне сделан, поэтому мы будем считать, что этот клетчатый фон задает нам масштаб. Одна клетка соответствует какому-то количеству ньютонов. Итак, у нас получается, что отношение сил такое, что сила F1 равняется 4 каким-то усовным единицам силы F2, 2 каких-то усовных единицы, 2 к 4 отношение сил, то есть 2 к 1. А отношение плечей здесь получается, у первого плечо L1 2 усовных единицы, а плечо L2 4 усовных единицы. Тогда момент в усовных единицах будет равняться. 4 надо умножить на 2, это 8, 8 усовных единиц. А здесь 4 умножить на 2 тоже 8 усовных единиц. Это означает, что этот рычаг будет находиться в условии равновесия. Давайте посмотрим здесь. 2 усовных единицы умножаем на 2 усовных единицы, 4 усовных единицы, А здесь 4 на 4 получается 16 То есть такой рычаг не находится в условии равновесия То есть он будет вращаться, кстати говоря, по часовой стрелке Почему? Потому что момент второй силы будет больше Ибо и сила больше, и плечо больше То есть произведение силы на плечо для второй силы явно больше этого же для первой Кстати говоря, здесь у нас получается 4 условных единицы Здесь 16 условных единиц, то есть 4 раза больше Третья ситуация Здесь мы видим, что обе силы действуют в одном направлении И такой рычаг не будет находиться в состоянии равновесия И здесь в последней ситуации у нас получается, что Силы 2 одинаковые, но у них разные плечи То есть такой рычаг тоже не будет находиться в состоянии равновесия Потому что момент первой силы это 1 умножить на 4 То есть 4 условных единицы А здесь 1 умножить на 2, 2 условных единицы То есть момент первой силы в 2 раза больше И такой рычаг получается будет вращаться в итоге по против часовой стрелке Этот по часовой и так далее Давайте посмотрим следующие с вами задачи Для этого мы перейдем к другому задачнику На рисунке 204, который у нас ниже представлен У каждого рычага найдите точку опоры, то есть ось вращения и плеч Определите направление сил действующих на эти рычаги Давайте посмотрим рисунок 204 Вот он большой, здесь несколько ситуаций показано Нам необходимо здесь изобразить ось вращения То есть вот у нас рычаг Очевидно, что ось вращения здесь вот она На некой перекладине палочки находится грузик и какой-то мешочек с чем-то Я изображаю силы действующие на сам рычаг Так, это вот сила F1, здесь сила F2 Это получается плечо L1, здесь плечо L2 Значит, ну и у нас должно выполняться опять-таки условие равновесия F1 умножить на L1 равняется F2 умножить на L2 Так как плечо L2, ну, видя по рисунку чуть-чуть больше, чем L1 Значит, сила F2 должна быть несколько меньше Не забываем над силой ставить знак вектора Потому что сила есть величина векторная Следующий рисунок B Здесь ось вращения находится в той точке, где рычаг касается стола Сила действующая на рычаг со стороны груза направлена вниз Обозначим это F1 И сила действующая на рычаг со стороны руки направлена вверх F2 Здесь над силой F1 тоже не забываем ставить знак вектора На самом деле со стороны стола на такой рычаг тоже действует сила Это сила реакции опоры N Но дело в том, что момент этой силы равен нулю Потому что мы, если силу умножим на плечо А плечо здесь равняется нулю Ибо эта сила ей приложена к оси вращения Поэтому момент у нее будет равен нулю И мы ее не рассматриваем То есть, в принципе, при определении условия равновесия Нас интересуют лишь те силы, у которых не нулевые моменты Ну а если есть сила То момент, в первую очередь, определяется плечом То есть, если плечо 0 То такую силу можно дальше не рассматривать Следующая ситуация Значит, внизу мы видим, что этот стержень Этот рычаг уперли в стол вот таким вот образом С нижней стороны Поэтому сила реакции опоры здесь действует вниз Вот я силу N обозначил Но у этой силы нет плеча Потому что она так вот расположена Сила, действующая со стороны груза направлена вниз Обозначим ее F1 А сила, действующая со стороны руки направлена вверх И мы видим, что если эта система находится в равновесии Плечо второй силы меньше Значит, величина этой силы должна быть больше То есть, на вскидку здесь расстояние плеча соотносится как два к одному Значит, и силы соотносятся обратно пропорционально Напоминаю, что обратно пропорционально Это у нас в учебнике было сказано Это условие в параграфе 59 сформулировано Здесь следующая ситуация из жизни Значит, рассматривается бицепс Мышцы, которые приводят в движение Руку Значит, нас интересует На предплечье какие действуют силы Со стороны груза действует сила Являющаяся весом Вот мы ее здесь обозначим F1 А со стороны бицепса действует сила направленная вверх Я эту силу нарисовал больше Почему? Потому что вот это будет ось вращения предплечья Соответственно, вот это плечо L2 L2 Оно меньше, чем L1 L1 Ну и на вскидку, если здесь отношение 1 к 10 Значит, и сила будет обратно пропорциональна длинам плеч То есть, если F1 умножить на L1 равняется F2 умножить на L2 Тогда получается F1 относится к F2 Как L2 к L1 То есть, устно мы это воспроизводим так Что отношение сил обратно пропорционально отношению плеч Давайте посмотрим другие задачки Более интересные Ну и, соответственно, более сложные Перейдем к другому задачнику Задача 25.29 Какова масса каждого груза Если их общая масса 30 кг Рычаг находится в равновесии И нам дан рисунок 215 Мы его видим Значит, здесь рычаг покрашен Вот таким вот контрастным способом Сделано это для того, чтобы мы могли найти отношение плеч То есть, здесь у нас будет плечо L1 Обозначим его Вот это плечо L1 А здесь будет плечо L2 Теперь попробуем перейти к решению этой задачи Обратим внимание, что мы не знаем ни длину всего рычага Мы не знаем длину каждого из плеч Мы не знаем массу каждого из грузов А известно лишь единственное Известна общая масса грузов При этом надо найти массу каждого Но при этом из картинки видно отношение плеч То есть, здесь получается Плечо L1 Это 3 каких-то усовных единицы 3х можно обозначить А здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 усовных единиц То есть, получается, плечо относится как 3 к 7 Либо 7 к 3 В зависимости от того, что мы 1 ко 2 Или 2 к 1 относим Перейдем к оформлению решения этой задачи Значит, нам необходимо найти с вами массу Первого груза Необходимо найти массу второго груза При этом по условию мы знаем общую массу Ну, в условии это обозначено буквой M большое В принципе, не очень желательно обозначение Потому что в этой теме буквой M большой Мы момент силы обозначаем Ну, вот составители задачника так это обозначили Давайте здесь обозначим 30 кг 30 кг И по рисунку мы определили, что плечо L1 равняется 3 усовных единиц Обозначим это за x И L2 равняется 7 усовных единиц 7x Здесь я могу кратко сделать рисуночек Обозначу опору в виде призмы Здесь у меня Ну, как вы думаете, очевидно, что вот здесь находится груз большей массы Потому что он будет иметь больший вес А здесь меньшее плечо А здесь, наоборот, плечо большее Соответственно, вес должен быть меньше Чтобы рычаг находился в состоянии равновесия На рисунке это не видно На рисунке было обозначено, что грузы имеют одинаковый размер Размер, но это означает, что грузы выполнены из разных материалов с разной плотностью Сейчас мы изобразим силы, которые действуют F2 F1 Здесь я обозначу L1 Здесь я обозначу L2 Ну и теперь перейдем к решению Решение Как мы уже знаем, что условием равновесия является Равенство произведения первой силы на ее плечо Произведение второй силы на ее плечо Тире Условие равновесия Рычага Условие равновесия Рычага Далее Значит Мы можем записать следующее Что под этими силами подразвивается вес каждого из тел Поэтому получается M1 на G Множить на L1 И здесь Будем придерживаться одинакового обозначения Мы длину обозначили за L большой И здесь также будем писать M2 на G Множить на L2 Значит мы видим, что в этом уравнении успешно сокращается Правая и левая часть ускорения свободного падения Поэтому обратите внимание, что в условии я не стал его даже записывать И вот в большинстве задач на рычаге G Так или иначе сокращается в правой и левой части Ну в некоторых задачах нет, когда известна масса Масса и сила Мы увидим далее Получается следующее отношение M1 на L1 равняется M2 на L2 При этом теперь мы можем подставить вместо L1 3x Поэтому в левой части уравнения мы получаем 3M1 на x Ну правила хорошего тона говорят, что числовые константы необходимо выносить множителем Перед вот этим алгебрическим выражением То есть можно конечно написать M1 умножить на 3x И это будет вроде бы верно Но красиво говорить так, записывать так, чтобы не пользоваться языком йоды в математике Здесь На x Мы видим, что здесь в этом уравнении у нас сокращается x И мы получаем с вами следующее выражение Что например M1 равняется 7 третьих от M2 Из этого уравнения мы не сможем найти ответа Но необходимо записать следующее То есть по условию была известна общая масса То есть мы напишем, что M равняется M1 плюс M2 И теперь можно подставить сюда вот это выражение Так как мы M1 выразили через M2 То у нас получается 7 третьих M2 плюс M2 Приведем это выражение к общему знаменателю Это получается 7 третьих M2 плюс 3 третьих M2 7 третьих плюс 3 третьих очевидно это будет 10 третьих M2 И мы получили связь общей массы с массой второго груза Отсюда можно найти массу второго груза Если общая масса это 10 третьих от M2 Тогда M2 это 3 десятых от общей массы Теперь мы можем подставить сюда численное значение Из краткого условия 3 десятых Умножаем на 30 килограмм Значит, ну тут устно можно решить То есть мы видим, что 10, 30 сокращается Тройка 3 на 3 дает нам 9 И ответ получается 9 килограмм Теперь, зная это, это масса M2 Давайте найдем M1 Для этого воспользуемся вот этим нашим уравнением Это будет 7 третьих умножить на 9 килограмм Опять-таки, здесь мы можем тройку в числителе и 9 сократить 3, 3 на 7, 21 То есть ответ получается 21 килограмм Мы можем легко себя проверить 21 килограмм плюс 9 килограмм Получается 30, как и было в условии Замечательно, мы решили эту задачу с вами Давайте мы теперь перейдем к решению следующей задачи Посмотрим ее условия Попробуем решить задачу 25, 33 Смотрите, если в предыдущей задаче нам была известна общая масса Ну, неизвестна там длина рычага То есть здесь у нас плечи неизвестны То есть нам известна общая длина рычага Давайте попробуем решить эту задачу Концам рычага, еще раз прочитаем условия Длиной 1 метр, подвешены грузы Массой 7 килограмм и 13 килограмм На каком расстоянии от середины рычага Надо поместить опору, чтобы рычаг находился в равновесии Перейдем к оформлению задачи Значит, это оформление будет выглядеть следующим образом Нам необходимо определить расстояние, на которое необходимо сместить Обозначим это x Сместить рычаг То, что нам дано Нам известна общая длина Общая длина обозначена как l Это 1 метр Нам известна масса первого груза Это 7 килограмм И масса второго груза Это 13 килограмм То есть, в сумме получается 20 на рычаге находится Обязательно сделаем рисунок Обязательно сделаем рисунок Значит, вот это наш рычаг Представьте, что мы мысленно разделили его пополам Мысленно разделили пополам А теперь сдвинули относительно середины на расстояние x На расстояние x Ну вот, я сдвину сюда Я обозначу здесь точку O Вот здесь точка O находится Относительно которой рычаг может вращаться Вот здесь находится груз массы m1 Теперь понятно, почему я сюда сдвинул То есть, здесь будет большее плечо l1 Здесь меньшее плечо Здесь меньшее плечо На меньшем плече будет находиться больше груз Здесь находится груз m2 Здесь груз m1 Обозначим также силу, которая действует Меньше груз, меньшее сила То есть, длина вектора должна быть здесь меньше Здесь будет длина вектора больше Это f2 Здесь f1 Не забываем, над буквой f Ставим значок вектора Стрелочку Дальше Значит Мы начнем опять-таки с условия равновесия С условия равновесия Напоминаю, что это f1 на l1 Равняется f2 на l2 Значит С каждой силой понятно, чему она равняется То есть, сила это произведение массы На ускорение свободного падения А вот с плечами давайте разбираться Значит Давайте по порядку писать Вместо f1 мы будем здесь писать m1 умножить на g Это мы записали с вами вес первого груза Дальше мы должны умножить с вами на длину плеча Чему же равняется это плечо? l1 это половина всего рычага Плюс вот это вот расстояние x Поэтому мы запишем следующий образом Скобочки откроем 1,2 l это половина плеча Плюс x Плюс x Согласна Теперь С правой стороны Здесь действует сила f2 Которая равняется массе второго груза На ускорение свободного падения И умножить на плечо l2 Плечо l2, как мы видим Это половина длины рычага Минус x 1,2 l Минус x В этом уравнении мы сразу видим Что у нас в правой и левой части Сокращается ускорение свободного падения Обратите внимание Что g я здесь даже и не писал То есть можно конечно написать Там 9,8 Либо метр на секунду в квадрате Либо ньютон на килограмм Если вам так более удобно Если вы играете с размерностью При решении задачи Но здесь в этом нет даже и необходимости У нас получается следующее выражение Запишу его здесь m1 на 1,2 l плюс x Равняется m2 умножить на 1,2 l минус x Поступаем следующим образом Раскрываем скобочки У нас получается 1,2 m1 l Плюс m1 x равняется 1,2 m2 l минус m2 умножить на x Напоминаю что мы ищем с вами x Поэтому я подчеркну здесь Те слагаемые которые содержат множитель x Наша задача заключается в следующем Мы должны собрать Те слагаемые которые содержат этот множитель В одной части уравнения А все что не содержит x Перенести в другую часть уравнения Предлагаю в левую часть уравнения Перенести все с x Мы видим что здесь уже находится В левой части находится m1 на x Поэтому и справа надо перенести Вот это вот слагаемое При переносе из одной части уравнения В противоположную Меняется знак этого слагаемого И мы получаем с вами m1 x плюс m2 x Равняется А здесь мы переносим эти слагаемые 1 вторая m2 l Минус Минус потому что эта слагаемая Переносится с противоположным знаком m1 l Для удобства мы вынесем Общий множитель за скобочку В скобочке останется m1 плюс m2 Умножить на x Здесь общим множителем будет 1 вторая l 1 вторая l Множить на Произведение подразумевается Значит m2 Минус m1 Обратите внимание Что в правой части Оба множителя Являются положительными То есть масса положительная Величина на которую мы сдвинули Положительная Здесь получается скобочка m2 минус m1 Мы из большей массы 13 кг вычитаем Меньшую Если бы мы заранее не знали Как расположены грузы И сделали например Сдвиг бы в противоположную сторону В той ситуации Когда мы делали с вами рисунок То при решении У нас получилось бы Что x При решении Получился бы отрицательно Отрицательное значение x Означает Что рисунок Просто-напросто Был выполнен неверно И мы должны были Просто-напросто Перерисовать его То есть Здесь само решение уравнения Подсказывает нам Как правильно должна выглядеть ситуация Итак Теперь x Отсюда получается Чтобы выразить x Мы должны правую и левую часть Разделить вот на эту вот скобочку Делим это У нас получается L умножить на M2 Минус M1 От правой части Двойка остается в знаменателе Потому что была одна вторая Единицу я не пишу Как лишний умножитель А здесь будет M1 Плюс M2 Вот смотрите У нас получается скобочка Где в числителе разность масс А в знаменателе сумма масс Теперь мы готовы Сделать численные расчеты Подставляем сюда 1 метр Надо умножить на 13 килограмм Минус 7 килограмм Это будет 6 Да Здесь внизу получается 2 Надо умножить на 13 килограмм Килограмм Плюс 7 килограмм Это очевидно будет 20 Получается Следующее выражение 6 килограмм Я делю на 40 Килограмм Мы видим что Килограммы здесь Сокращаются А у нас остались метры С вами не забываем Что у нас был метр Вот здесь Его надо умножителем Оставить Получается 6 сороковых 6 сороковых Если мы все сделали С вами верно Ну мы можем Конечно это и устно Посчитать Но давайте Воспользуемся калькулятором 6 Мы разделим на 40 И ответ получается 0,15 0,15 Метра 0,15 Метра Или это 15 сантиметров Ну давайте Посмотрим себе ситуацию То есть у нас Весь рычаг имел Длину метр То есть 100 сантиметров Половинка рычага Это 50 сантиметров Значит L1 Значит L1 В таком случае L1 равняется 50 плюс 15 Это будет 65 сантиметров А L2 Будет равняться 50 минус 15 Это значит 35 35 сантиметров И вот отношение Плеч Равняется Отношению Масс Дальше Давайте посмотрим Следующую задачку Следующую задачку Выберем Выберем задачку Вот такого Уровня 25 43 25 43 Если груз Лежит на левой Чашке Неравноплечих Весов Его уравновешивают Гири массой 2 килограмма На правой чашке Если же груз положить На правую чашку Его уравновесит Только одна Гири массой 0,5 килограмма На левой чашке Какова масса М груза Во сколько раз Одно плечо весов Длиннее другого Вот такая вот задача Давайте мы с вами Запишем Ее решение Значит Из условия Мы видим Что нам необходимо Найти Массу Неизвестного Груза И Отношение Плеч L1 К L2 Тире Знак Вопроса А известно Нам что В одном Случа Груза Груз уравновешивается Гири Гирями Общей массой 2 килограмма А во втором случае Он уравновешивается Гирей В 0,5 килограмма Ну и я предлагаю Поступить Здесь следующим образом Изобразить Две Этих ситуации Первая ситуация У нас получается Вот он Рычаг Неравноплечья Как сказано В условии Здесь находится Груз М1 А здесь Находится Наш Неизвестный Груз М При этом Это плечо L1 А это Плечо L2 И теперь Вторая Ситуация Если Теперь На этот же Рычаг Вот я еще Обозначу Здесь точку О Теперь наоборот С этой стороны Повесить Груз М То он Уравновешивается Грузом М2 Ну Давайте Запишем Решение А решение Будет заключаться В следующем Мы запишем С вами Условь верновесия Для первого Для второго Случа И у нас Получится С вами Система Из двух Уравнений Посмотрим Что она Нам даст Как мы уже Видели Что Во всех Этих Задачах На рычаг Когда мы С вами Записываем Условия Произведения Силы На плечо Если Здесь Под силу Подразумевается Вес Груза То Вес Это Произведение Массовного Ускорения Свободного Падения Мы Делаем Лишнее Действие То есть Записываем Уравнение С ускорением Свободного Падения Которое Потом Сокращается В принципе Мы можем Более Кратко Записывать Как мы Увидели С вами Давайте Запишем Это Значит М1 Умножить На Л1 Равняется М Без индекса Это неизвестная Масса На Л2 Это Первое Уравнение А второе Уравнение Смотрите М Умножить На Л1 Вот оно Л1 Здесь Л2 Равняется М2 Умножить На Л2 И это Получилась Система Как Ее Решить Можно Поступить Например Следующим Образом Мы Можем По разному Можно Сделать Значит Первый Способ Первый Способ Давайте Мы Например Выразим Отношение Длин Л1 Разделить На Л2 Из Первого Уравнения Это Получается Л1 Делим На Л2 Тогда Здесь Получается Это М Разделить На М1 А Из Второго Уравнения Получается Что Это же Л1 Разделить На Л2 Равняется М2 М2 Разделить На М Видите Вот такое Выражение Получилось И теперь Мы можем Приравнять Одно К другому То Значит М Разделить М1 Равняется М2 Разделить На М Второй Способ Второй Способ Заключается В следующем Мы можем Просто Разделить Одно Уравнение На Другое Как это Делается Надо Разделить Левую Часть Первого Уравнения На Левую Часть Второго Уравнения И Приравнять Это Отношению Правой Части Первого Уравнения К Левой Части Второго Уравнения То есть Выглядит Это Следующим Образом М1 На L1 Разделить На М На L1 Равняется М Множить На L2 Разделить На М2 И На L2 Мы Видим Что Здесь Успешно Сокращается Длина В правой Части И В левой Тоже L1 Сокращается И Мы Получаем Такое Же Уравнение Ну С точностью До того Что Оно Просто Записано Такая Же Пропорция Только Обратная Да То есть Здесь Просто Перевернут Это Выражение Вернемся К этому Уравнению Значит Нас Интересует М По Правилу Пропорции Домножим Крест Накрест Правую Левую Часть У нас Получается М Умножить На М Это Значит М В Квадрате Равняется М1 Умноженное На М2 Видите Да То есть М Умножаем На М Поэтому Чтобы Теперь Найти Отсюда М Надо Извлечь Корень Из правой Левой Части М1 На М2 Напоминаю Что Извлечение Корня Это Операция Обратная Возведению В Квадрат То есть В частности Если 5 В квадрате Это Например 25 Тогда Мы можем Завислять Что Корень Из 25 Это 5 То есть Операция Вычисления Корня Это По сути Поиск Того Числа Которое При Возведении Квадрат Дает Нам Первое Теперь Мы можем Подставить И Посчитать Здесь У нас Получается 2 Кг Умножить На 0,5 Кг Извлекаем Корень Обратите Внимание Что Под Корнем Получается Следую Выражение 2 На 0,5 Очевидно Единичку Дает Но Кг Не забываем Про Размерность Кг На Кг Будет Кг Квадрат При Извлечении Корня У нас Получается Из Единицы Корень Будет Единица А Если Извлечь Корень Из Кг Кг Квадрат Будет Кг То есть Такие Математические Действия Проводятся И Над Единицами Измерения Последнее Что Нам Осталось Сделать Надо Найти Отношение Длин Что Было Записано В Условии Задачи Отношения L1 К L2 Давайте Это Запишем L1 Разделить На L2 Равняется Значит Ну Мы Видим Что У нас Есть Два Способы Мы М Разделить На M1 Либо M2 На M Любое Какое Вам Килограмма Килограмма У нас Здесь Сокращается В этом Выражении И Получается 0,5 0,5 Безразмерная Величина Это Означает Что L1 Равняется 1 2 От L2 Ну Или Наоборот L2 Равняется 2 Умножить На L1 То есть Вот На этом Рисунке Они Примерно Соотносят Как 1 2 То Означает Что Рычаг Мысленно Разделили На Три Части И Ось На Расстоянии 1 Треть От Одного Из Краев Этого Рычага Итак Мы Разобрали С вами Несколько Задач С вами Был Константин Евгеньевич До Новых Встреч До Свидания